Сейчас я расскажу, как начать делать игры. Привет! И как же начать делать игры? Если вкратце, выбираем движок, программируем механики, создаем 3D модели, или рисуем графику для игры в фотошопе, создаем билд игры и все. Что говоришь? Непонятно? Ох, ладно, давай по порядку. Итак, игры создаются на каком-то игровом движке, то есть, грубо говоря, в программе, где есть интерфейс. Много различных инструментов и так далее. Конечно, вы можете написать свой игровой движок для создания вашей игры, но думаю, это будет сложно и долго, тем более для новичка. Так, как же выбрать игровой движок? Тут все относительно просто. Мы рассмотрим два основных бесплатных движка, но также есть различные движки-конструкторы, которые проще в освоении, но вы будете ограничены функционалом и другими особенностями. Например, если вы взяли конструктор для 2D игр, то если вы захотите сделать 3D игру, вам понадобится другой конструктор, и придется учиться работать заново. Поэтому лучше научиться работать во многофункциональных движках, чем изучать много различных конструктов. Тут вы сами решаете, какую игру вы собираетесь делать и какой функционал вам понадобится. Итак, есть два основных движка. Это Unity и Unreal Engine. Unity относительно легкий в освоении движок, у которого основным языком программирования является C-Sharp. Unreal Engine более сложный в освоении движок, чем Unity, у которого основным языком программирования является C++. C-Sharp по сравнению с C++ более легок в изучении. Сейчас у обоих этих движков есть визуальное программирование, где вам не приходится писать код, а просто соединять нужные параметры и функции. С помощью обоих этих движков вы можете портировать свою игру на большинство известных платформ, будь то браузеры, мобилки, консоли или ПК. Вы можете выбрать любой понравившийся движок и начать изучать его. Вот несколько различий между Unity и Unreal Engine. На Unreal Engine вы можете легко добиться крутой реалистичной графики игры, чем в Unity. Визуальное программирование на Unreal Engine лучше, чем в Unity, и с ним может работать вся команда, а не только программисты. Но это не значит, что Unity хуже движок, чем Unreal. Просто Unity предназначен больше для инди-разработчиков, но на нем также можно сделать крутую игру. Как я уже говорил ранее, Unity более легок в изучении, но тут в принципе все зависит от вашего времени и желания. Думаю, с движками более-менее разобрались, переходим дальше. Как изучить язык движка? Вы выбрали движок и теперь задумались, а как же учить-то его? Книги или курсы? Я бы посоветовал вам найти уроки по основам языка программирования, чтобы понимать синтакси, структуру и логику написания кода. На что у вас может уйти время, но это важно. Дальше все относительно просто. Есть много различных бесплатных курсов и видео на YouTube. Найдите первые видео, например, «Делаем платформер» и делайте платформер. Или «Открываем дверь» и открывайте дверь. Не скачивайте готовые скрипты, а переписывайте код и запоминайте, за что отвечает та или иная строчка кода. Сразу это сложно, но попрактиковавшись несколько раз на разных видео, вы уже будете запоминать информацию. И в дальнейшем уже сами без посторонней помощи сможете писать части кода все больше и больше. Про визуальное программирование такая же история. Вам нужно знать базовые знания и искать создание чего-либо с помощью визуального программирования и практиковаться. Итак, мы можем теперь делать механики игры. Что дальше? А дальше графика. Какую же графику выбрать? Тут все зависит от ваших предпочтений и навыков. Есть несколько вариантов. Первый. Скачать бесплатно готовые ассеты графики с магазина выбранного движка. Для Unity это Asset Store, а для Unreal Engine это Unreal Engine Marketplace. Или идем по более сложному пути, который нарабатывает вам навыки в определенной области. Создаем графику сами. Если со скачиванием все понятно, то какие стили есть графики, чтобы выбрать понравившиеся? Есть несколько основных направлений графики. Для 2D это Pixel Art. Идем в Photoshop, Paint, Sprite или другой редактор, умеющий рисовать пикселями и просто рисуем. Векторная графика. Идем в Adobe Illustrator. Создаем модели из примитивов, кривых и так далее. Есть еще вариант, конечно, с рисованной графикой, как рисуют мультики или комиксы. Тут подойдет Photoshop или какая-нибудь другая для рисования программа. 3D. Это Voxel. Это Pixel Art в 3D. Рисуем 3D модели 3D пикселями в 3D. Полноценное 3D. Blender, 3ds Max, Cinema 4D и так далее. От low-poly моделей, в которых почти нечему нагружать систему, до моделей с супер фотореалистичной текстурой. Выбирайте понравившийся стиль графики и вперед учиться и много практиковаться. И что? Теперь я могу делать игры? Нет. Теперь ты можешь создать механики и модели для игры. Чтобы делать игры, нужны навыки геймдизайнера. Кого? Кого? Геймдизайнеры. Геймдизайнер это человек, который может уметь практически все понемногу и программировать, и рисовать, и так далее, и так далее. Но самое главное, геймдизайнер продумывает логику игры, механики, взаимодействия игрока в игре, стиль и цвета. Вы, как геймдизайнер, должны продумать игру для игрока, чтобы он получал от нее удовольствие, а не взрыв пятой точки, если, конечно, это не механика вашей игры. Про геймдизайн вам лучше почитать в книге Джесси Шелла «Геймдизайн. Как создать игру, в которую будут играть все». Самое главное, не просто сделать какую-то игру, а создать игру, которая должна дать игроку эмоции, не обязательно хорошие. Но чтобы эти эмоции не были связаны с кривым управлением, кривым геймдизайном, багами и так далее. Что же, вот и ты теперь понимаешь, как создавать игры. В следующем видео я расскажу тебе, как найти идею для игры. А пока не забывай подписываться на канал, ставить лайк, жмякать на колокольчик, рассказывать об этом видео друзьям, репостить это видео для помощи в продвижении и поддерживать разработку моей игры любыми способами, ссылки на которые есть в описании. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok